В первом круге «Локомотив» встречался с ДСИ на его поле. В выездном матче уссурийские футболисты смогли забить два мяча соперникам, но в ответ получили семь. В второй встрече обе команды завершили свой соревновательный сезон. К моменту встречи Далиндустрия уверенно занимала третью строчку турнирной таблицы и зарабатывала очки для того, чтобы подняться выше в списке. Хозяева поля шли в замыкающих. И даже победа в этой встрече не изменила бы ситуацию. Но достойно выстоять матч с серьёзным и опытным противником было дело чести. Первый тайм Лока хорошо держал оборону. Даже пару раз переходил в наступление, но попытки были перехвачены защитой противника. Гол в самом начале второго тайма заставил встрепенуться от неожиданности даже зрителей на трибунах. Гости успешно реализовали голевой момент. Дважды игроки «Локомотива» пытались распечатать противоположные ворота, но безуспешно. Зато футболисты из Комсомольска-на-Амуре добавили ещё три мяча к своему преимуществу. 4-0 в пользу дальстрой индустрии. Потеря пяти игроков основного состава в течение сезона. А именно это Кузнецов, это Чихунов, который ушёл перед самым сезоном в Лутек. Это Денис Медведь, который от случаях случая тренировался, и Максим Кулемин. И считаю, что если бы эти люди играли все эти игры, то мы не находились бы сейчас на последнем месте. А где они сейчас? По разным причинам. Они покинули. Кто-то поступил в Товми, кто-то, как Чихунов, ушёл в другую команду. Кулемин начал на контракте служить в армии. Поэтому определённые проблемы у нас были. Прежде чем перейти в зал, уссурийские футболисты разыграют Куба города. Матчи пройдут на ноябрьских праздниках с первое по четвёртое. И на этом закончится сезон большого футбола. Продолжение следует...